почитаем ваши отзывы но уже чувствуется что активность на канале довольно таки прибавилась так что делать если камни в желчном пузыре заходите в мою библиотеку показываю как это дело делается смотрите начнем все сначала я закрываю сафари вы хотите попасть на мой канал ютубовский и с него перейти в библиотеку смотрите как это делается потому что я постоянно ссылаюсь почитайте это в библиотеке почитайте это в библиотеке тогда это подобно как это сделать открыл сафари вернее я вошел на youtube вот мой канал так мой канал все смотрите вот адрес моей электронной почты если надо напишите пока пишут мало я могу ответить но в основном я отвечаю непосредственно на канале заходим на мой канал так и теперь смотрите вы хотите войти в библиотеку делается все легко и просто вот и мой сайт малахов про мы нажимаем на него оп и входим все вы вошли на сайт и теперь на этом сайте вы видите статьи здесь тысяча с лишним статьи здесь библиотека здесь моя газета то есть здесь большая часть моего архива большая часть моих книг не буду я лениться я выставлю все свои книги в библиотеку здесь же вы даже смотрите подпишитесь на канал вы можете просмотреть на моем сайте просмотреть еще и видео которые есть интересный рейтинг но не будем отвлекаться итак я вас отсылаю библиотеку нажимаем все и пошли мои значит такой основной труд это основы здоровья в несколько в 9 книгах то есть это обширный труд который я не стал там как-то там сокращать потому что когда начинает издавать книгу и и надо в какой-то там формат подогнать и что-то там надо сделать и поэтому ее как правило обрезают здесь они все полные основы здоровья далее без очищения нет исцеления голодание в лечебных целях это уже пошла авторские учебники без очищения нет исцеления голодание в лечебных целях жизнь без паразитов золотые правила питания полностью в этих питаний вы будем говорить и по сыроедению и по раздельному питанию и по вегетарианству и по всем остальным узнаете самолечебник 21 века но это такая книга которая как бы все вобрал для того чтобы человек там на разные темы посмотрел уринотерапия самолечебник это не авторский учебник это просто отдельная книга такой сборник я сделал семейный сборник уринотерапия авторский лечебник закаливание водолечения авторский лечебник так индивидуальная конституция ну будет это авторский учебник такой маленький для того чтобы человек лучше понял и вернее конкретно на этом вопросе остановился и понял так записки голодающего три книги записки голодающего здесь я предстаю перед вами как как писатель тот который по на основании своего опыта в художественной форме излагает как он голодал там 40 суток как там выходил что читал что с ним было далее пошло уже так сказать несколько как это называется фэнтези уже там вторая часть третья часть мне особенно понравилась третья часть я даже не ожидал когда я ее делал вот есть будет как бы сказать фантастика это такая своеобразная фантастика но которая так как писал я ее сам она меня особо увлекла то есть я думаю это те струны душевные которые в обычной жизни редко затраиваются но которые лежат глубоко у каждого человека и именно они-то играют на эти как бы сказать как куклового его не видим но он играет а тут куколки пляшут то есть наши чувства пляшут наши потребности наши еще что-то наше устремление а мы не поймем от чего это идет тоже нами руководить но это такая попытка лично мне она как-то знаете от отрывает вот от вот этой обыденной жизни а вот она какой-то мир несколько иной преподносит весьма интересно ну почитайте так ивану додов это это дань первому олимпийскому чемпиону россии советского союза по тяжелой атлетике моему земляку с которым мы значит обмывали мой значок мастера спорта если хотите почитать это уже действительно я написал не столько рассказ как будущий сценарий для фильма ну не знаю удастся его поставить не удастся поставить но по крайней мере я сделал как бы сказать вот вот рассказ по которому можно поставить великолепный фильм об этом человеке который был в свинцами и после этого стал олимпийским чемпионом ну почитайте я повторно когда читал я плакал я я не могу уже такие вещи читать а тем более писать так основы здоровья единая книга это получилось из-за того что вот как бы сказать начали издавать одна вторая третья там десятая и получилось что либо где-то продажи первые там три или последние пять и так далее и как бы сказать она не полностью я решил надо сделать одной книгой естественно я переработал эти девять книг где-то что-то сократил где-то что-то добавил и получилось весьма такая как бы сказать интересная книга можете воспользоваться ей как единым трудом пошли 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 а если хотите более расширенно значит вот теми девятью книгами основы здоровья это как раз авторский учебник лечение керосином тадикампом и другими углеродистыми соединениями это отдельная книга это не авторский учебник это просто вот по тому как люди значит лечились керосином какие методы на основе керосина и так далее там подобное и наконец-таки я долго мусолил 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 но сделал целительные силы в авторском исполнении первый том второй третий четвертый как я их задумывал причем это уже переработанное издание особенно первый том в первом томе там разбиралась восточные макробиотика питания я как-то его опустил решим что ну грубо говоря более лучше изложить с позиции аюрведы питание хотя и то и другое по-своему хороши но просто насколько я на практике все это делал мне больше понравилось работать по аюрведе возможно возможно то что я прошел надо было бы вставить а теперь мои дорогие подписчики мальчишки девчонки вы все там спрашиваете вот список список травм я этот список неоднократно привел привел в видео как я все это делаю и я не собираюсь от вас что-либо утаивать что-либо вам продавать тем более вот она все открыто вы берете без очищения нет исцеления так а по нажали вот нажали не на это она книжечку оказывается молодец дмитрий фомичом сделал такую прекрасную прекрасный сайт прекрасную библиотеку просто очень-очень это вот она без очищения нет исцеления моя обложка все это и далее нажимать то есть ну грубо говоря ладно я уж буду нажимать чтобы вам показывать держит это там на какой странице то есть мы сейчас с вами ищем очищение печени раздел очищение печени и падали 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 нажимаем вот как это быстро пробрасывать я не знаю здесь я бы вам показал на другом примере где они у меня есть ну ладно мы сделаем все так как надо чтобы вы все это понимали так психическое очищение то есть здесь различные виды очищения которые меня заинтересовали и которые я проходил очищение толстого кишечника мы прошли так 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 где то мы подходим делая шанг-пракшала ну вот мы уже пошли так 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 очищение сенной о естественно интересная вещь так как в нашем сборе присутствует сена вообще-то бы можно было бы и почитать по очищение печени странице 256 очищение печени теперь пошли внимательно смотрим это очистки печени желчного пузыря в общем чтобы человек имел представление стоит ли не стоит ли какие виды очищение очищение печени естественно не все здесь но те которые знают то есть вот эти тюбаж третье старинные знахарские рецепты очищения печени предложены на основе овса кстати сейчас по телевизору эволар вот рекомендует очищение печени на основе овса и далее вот какие тут еще идут травки к этому наиболее простое эффективное и многократно проверено очищение печени это то что делал в начале я вот так и очищался так очищались люди в моем клубе бодрость там довольно наверное человек 200 прошло через эту чистку какие вещи надо тут соблюдать вот люди которые чистились вот что выходило смотрите какие гельбики выходит вот спичечный коробок и представьте себе вот он вот этот камень 35 25 на 20 то есть это я бы не сказал что это ну в принципе это камень но он не твердый а это они называются по медицински как-то конгломераты ну примерно так то есть еще не уплотненные это типа воска воскоподобные камыши который слепился который вобрал в себя разного рода там шлаки и он стал такого цвета серого когда его вынимаешь вот он вышли эти камышки положишь его там посмотришь он примерно недельки через две полностью растаивает это связано с тем что идет окисление на воздухе кислородом в организме такого нету поэтому они вот лепятся и сохраняются то есть вот такая вот вещь пролазит пролазит через желчный ротук интересно вот отметить в книге Семеновой про чистки печени следующую у нас в клубе по этому разделу целая картотека пока рекорд 97 камней размером от перловой крупы до 12 миллиметров а ну кто больше а вот результат а мой результат 152 камня размером от перловой крупы до 35 миллиметров представляете и это это вышло без всяких отрицательных ощущений вероятно большую роль сыграло время в которое я проводил процедуру в соответствии с биоритмами это уже у моей информации ого а вот рекордная чистка печени вот это мне уже присылали мне 59 лет сделала за 13 месяцев 76 чисток печени и порядка 85 клизм из мочегона из меня за это время вышло 1412 холестериновых камней величиной начиная от грецкого ореха и меньше и так же два известковых один величиной 12-6 мм второй на 8-4 мм и еще 8 раз шел известковый песок шли лохмотья дикого мяса из толстого кишечника струпья и полипы в виде маленьких грибков и цветочков а также очень много всякой коричневой слизи за 13 месяцев три раза чистилась поджелудочная железа вот это как она чистилась я как-то не представлю но если она чистилась то и все сбрашивается туда вот это все в свободном доступе и вы можете это все естественно почитать но нас с вами интересует чистка печени по по вот она страница 275 запоминайте вот она лежит тут все я даже вот так вот оставляю видео я не буду ни сжимать ни пропускать ни ускорять вот так вот она и будет лежать значит вы сами можете зайти и читать просто я вам показываю вот она страница 275 очищение печени и желчного пузыря по Татьяне буревой укроп семена фенхель семена кориан семена тмин семена анис семена все это я на соответствующем видео перемолол немножечко отмотайте по моему каналу ютубовскому войдите в те видео и посмотрите как я малом здесь же вот все рассказано теперь рассказано об этих травах зачем они что они представляют что они делают они сами по себе уже ведут массу работу вот я начал принимать я их вчера принял сегодня я их принял позавчера вчера сегодня буду вечером принимать я пока принимаю их так я растягиваю свою чисточку предварительно эту подготовку два раза позавчера я принял ну допустим в шесть часов принял вечера и перед сном принял уже сразу же пошли изменения после первой чистки значит сразу же моча стала более такая концентрированная с желчными шлаками то есть начало рассасываться далее я почувствовал почечку началась работа далее значит по сосудам особенно в голове начали расширяться сосудики то есть были разного рода такие небольшие боли которые указывали на то что этот рецепт начал действовать то есть вот эта вот душистость она способствует тому что я думаю что она рассасывает тромы по сосудистому руслу она рассасывает камушки конгомераты в почках в мочевом пузыре естественно в печени и желчном пузыре то есть она действует по всему организму и более того после первого дня когда я сделал на второй я пошел там немножко погулять и я почувствовал прилив сил тот которого у меня раньше не было то есть вот такой этот рецепт он сам по себе прекрасно действует очищение естественно такой стул раза грубо говоря три был там позавчера где-то вот сработало потом вчера у меня стул такой был более частый вот и естественно сейчас я уже сходил еще более так сказать какой-то такой мягкий но еще так сказать естественно нету такого как бы сказать прослабление которое ослабляет организм то есть работает этот великолепно рецепт из этих пяти трав что я еще понял да я почувствовал сердцем стало значительно лучше то я как-то вот то есть когда человек здоров он ни на что не обращает внимание когда у него что-то такое получается там со здоровьем он уже замечает а там допустим что-то побаливает спинку там прихватывает сердце он чувствует головка побаливает там реагирует на погоду и так далее этого подобного вот вот этот рецепт начинает действовать и вы замечаете ага сердце вы перестали чувствовать понравился канал звони в колокола став лайки и и и и и и и